Всем привет! С вами Катюша Камикадзе и это Техновости. Компания Zalman официально представила свои новые корпуса Z11 и Z11+. Zalman официально представила корпуса Z11 и Z11+. Плюсовая модель отличается наличием USB 3.0 интерфейсов, так что можно сказать перед нами один кейс. Корпус рассчитан под формат Middle Tower и выполнен из стали. Допускается установка материнских плат ATX и Micro ATX. Он предусматривает установку до 5 винчестеров и до 4-5 дюймовых устройств. Во всех случаях для монтажа применяется безвинтовая система крепления. В комплекте 3 12-сантиметровых вентиляторов. Спереди и сверху с подсветкой и один обычный позади. Цена радости 70 евро или 2800 рублей. Неплюсовая модель на 10 евро или 400 рублей дешевле. Но не стоит в наше время экономить на USB 3.0 разъемах. Украинский файлообменник EX.UA возобновил свою работу. Украинский файлообменник EX.UA возобновил работу. Команда сервиса через свой аккаунт в сети Facebook объявила, что милиция отозвала требования блокировки домена EX.UA. По словам управляющего партнера юридической фирмы Yuskutub Артема Афянов, который представляет интересы EX.UA, уголовное дело изначально было возбуждено из-за пяти пользователей, пока неизвестных, которые разместили на сервере пиратские копии программного обеспечения Adobe. Сумма ущерба оценивается в 676 500 рублей или 22 550 долларов. Вследствие разобралось, что в такой ситуации блокировать домен нельзя. При этом изъятые сервера все еще не вернулись хозяевам, что делает затруднительным как полноценное восстановление работы сервиса, так и выяснение личности настоящих правонарушителей. Сейчас на странице EX.UA в Facebook появилось сообщение «Ресурс вновь заработал, но пока не в штатном режиме. Ведутся восстановительные работы». Компания Pentax выпустила беззеркальный фотоаппарат Японская компания Pentax анонсировала выпуск беззеркальной камеры K1, то есть аппарат выполнен в популярном сегодня формате – компактный корпус и съемные объективы. Плюс к этому модель отличается еще и внешним видом, над которым работал лондонский промышленный дизайнер Марк Ньюсон. В списке основных характеристик фотоаппарата значатся SMOS сенсор формата APS-C разрешением 16 млн пикселей, возможность съемки видео в Full HD, чувствительность ISO от 100 до 25600. Аппарат появится в продаже в марте. Цена будет зависеть от комплектации – 750 долларов без оптики, 900 долларов за комплект с 40-мм объективом. Отдельно от камеры эта оптика также будет продаваться по цене – 250 долларов. ASUS готовится анонсировать смартфонопланшет PadFone. 27 февраля корпорация ASUS на выставке Mobile World Congress 2012 представит свой будущий смартфонопланшет PadFone. Новинка будет работать под управлением операционной системы Android 4.0, вследствие чего лишится некоторых своих аппаратных кнопок. Кроме того, станет немного тоньше и легче. ASUS PadFone сможет похвастать наличием 4,3-дюймового сенсорного дисплея и специальной док-станции, превращающей смартфон в 10-дюймовую таблетку. Причем большая часть аппаратной начинки, в том числе и четырехъядерный процессор NVIDIA Tegra, располагается в самом смартфоне, позволяя без особых проблем для пользователя применять как его коммуникационные функции, так и использовать его в качестве мощного Android-планшета. 16 февраля в Steam появится новая версия Alan Wake. Этот вариант Alan Wake выгодно отличается от своего консольного брата за счет тонны прикрученных графических настроек и визуальных улучшений, поддержки популярных соотношений экрана 4х3, 16х9 и 16х10. Вдобавок игра подружилась со стереоископическим набором NVIDIA 3D Vision 2 технологией AMD Infinity 3D, позволяющей выводить картинку сразу на три экрана, но особо радует поддержка геймпада и четырехъядерных процессоров. Цена также выгодно отличается от стоимости консольной версии и составляет 930 рублей или 30 долларов. Если лень ждать 16 февраля, можно пока что скачать со Steam'а Mortal Kombat Arcade Collection, которая неожиданно объявилась на сервере Steam. Не было ни вычурных пресс-релизов, ни победоносных речей, сборник из трех классических 2D-файтингов Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 и Ultimate Mortal Kombat 3 просто появились на прилавках и теперь продается по скромной цене в 249 рублей. 15% скидка, сбивающая цену до 212 рублей, будет действовать вплоть до 9 февраля. Мультиплеер на месте, Fatality на месте. Субтитры создавал DimaTorzok